Самый спортивный день в году. Его открывает велопробег. Место встречи городской парк Свисток и муравленковцы отправляются в путь. Они не соревнуются в скорости, а просто наслаждаются прогулкой в команде единомышленников. Велопробег объединил около 50 жителей города. Все они выступают за здоровый образ жизни, поэтому с легкостью преодолевают намеченную дистанцию 3 километра. Здорово, очень понравилось. Маловато, правда, хотелось немножко подальше проехать. Поездки на велосипеде приносят очень большую пользу для организма. Мы едем и говорим, что так бы не вышли, да, вот так бы все вместе. А это же здорово все вместе проехать. Погода такая чудесная. Быстро, задорно, весело. Ведем здоровый образ жизни и всегда рады поучаствовать. Центром спортивных событий становится летний стадион. Здесь проходит фестиваль ГТО. Участникам предстоит пройти 6 испытаний. Подтягивания на высокой перекладине, сгибания и разгибания рук в упоре лежа, поднятия туловища и многое другое. Зал замирает, сердце не бьется, и в голове сотня мыслей несется. Вдыхаешь поглубже, чтобы услышать, как вся страна следит за тобой и тоже не дышит. Давай вперед, давай вперед, давай вперед. Мы верим. Победа ждет, победа ждет. Победа ждет у цели. Болеем мы и верим мы огромной страною. С тобою мы, с тобою мы. Стоим за нашим стеною. Выполнение норматива допускается муравленковцы, которые зарегистрировались на сайте ГТО. Получили свой уникальный номер, а также справку от спортврача. Ну что ж, настало время проверить, готовы ли мы, пришедшие сюда на летний стадион, сегодня к труду и обороне. Поехали! Прежде чем приступить к прохождению испытаний, необходимо получить карточку участника физкультурно-спортивного комплекса. В ней отражен перечень обязательных упражнений, а также указаны нормы для получения того или иного знака отличия. Бегунки получены. Приступаем к выполнению нормативов. Первым попробуем сдать наклон вперед из положения стоя. Итак, давайте проверим свою растяжку. У меня шестая возрастная ступень. Чтобы выполнить данное упражнение на золото, необходимо наклониться от уровня скамьи минимум на 14 сантиметров. Задачи справляюсь на отлично. Однако до уровня павлины шишковской мне далеко. В свои 52 – это девятая ступень – женщина выполняет все нормативы на золото. А ведь раньше ей никак не давались ни гибкость, ни отжимания. Как тренировались? Дома отжималась. Каждый день отжималась по 100 раз. Но не за раз, по десятке. Или 15 раз за раз. Так что спорт – это жизнь. Я это поняла. У 52 года. А еще спорт сближает. И это действительно так. Многие муравленковцы пришли на стадион целыми семьями. Александру Косымову поддерживают дочери Лисана и Аделина. Впервые принимаем участие. Поэтому, конечно, особо похвастаться результатами не приходится. Сдали наклоны, сдали пресс. Конечно, с отжиманием немножко накладочка. Ну, вот, в общем, все, что сумели сдать. Другие же муравленковцы принимают участие в фестивале целыми коллективами. Например, работники городской больницы. Они вместе готовились к испытаниям. И вместе готовы ринуться в бой. Как готовились? Зарядку сегодня с утра делали. С утра еще мы участвовали на велопробеге. А потом мы все вместе пришли на ГТО. Каких результатов ждете? Самых наилучших, надеемся. Ответственно к выполнению нормативов подошел и коллектив шестой школы. Тренировались в течение шести месяцев. Мы ходили на апробацию. Это, я думаю, полезно. Очень для здоровья и вообще для саморазвития. Веселое настроение. Нравится здесь все. А вообще с кем пришли сегодня? Мы пришли с шестой школой коллективом. Решили все поучаствовать. Самое важное при выполнении нормативов отмечают специалисты техника. Сначала необходимо отточить именно ее. А лишь потом работать на результат. Сразу видно, либо подготовленный человек, либо у него не получается. Он извивается, выполняя упражнения, делает их неправильно. Ну, чтобы выполнять правильно, надо, во-первых, тренироваться и узнать, как это правильно. А чтобы узнать, нужно прийти в центр тестирования и попробовать хотя бы один раз, чтобы понять, как это делать. Все нормативы позади. Осталось самое сложное испытание – бег. Женщинам предстоит сдать два километра, а мужчинам преодолеть три. Давайте попробуем и мы. Справимся ли с ним? Готовы? Очень волнительно. Но хочется, я надеюсь, что я справлюсь, легко пробегу. Я готовился в зале и пробежал. Один раз попробовал по стадиону. Ну, так тяжеловато было. По-другому дышится, чем в зале. Как тренировались? Под присмотром тренера, тяжелые диеты, тренировки. То есть, ну, полгода точно готовились. Участники готовы? Да. На старт. Марш! Нет, 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 я отходил потом. Давайте узнаем, тяжело ли справляться участникам с этим нормативом. Сколько кругов позади? Я даже с учетом сбила, вроде бы четыре. Четыре круга позади. Вообще, ваше состояние, скажите, сложно? Ну, нормально. Сложно, но можно. Как ваше состояние? Вы знаете, на первом было значительно лучше. Но не сдаемся. Только вперед. Не зря же. Судя зимой, все-таки тренировались. Ну, надеюсь, наши силы уверенность нас не подведут. Как ваше состояние? Состояние отлично. Сколько кругов позади? Это шестой. И что, вы готовы побеждать? Да, готов. Специалисты говорят, никогда не знаешь, как сложится бег. Все зависит от темпа, который задает самый быстрый участник гонки. За ним и старается поспеть вся остальная группа. В этом забеге первая к финишу приходит резиденте Киева. Было страшно. Перед стартом всегда страшно. Было опасение, что вдруг будет дождь, погодные условия, ветер. Но, тем не менее, погода нам благоволит. Так что, очень рада, что выдержала дистанцию. Ну, и нужно каждый раз улучшать, бегать. То есть, это нужно тренироваться и не забрасывать. Эмоции отличные. Устал только очень. Сейчас хочу узнать результаты. Ну, вообще, на что надеетесь? На пол-то? На серебро. На последнем круге моя уверенность дала сбой. Но командный дух помог на самом деле скрепиться. Ведь мы повод и пример для наших детей, для нашего будущего поколения. Поэтому ощущение одновременно усталости, радости и ощущение чувства победы. Все нормативы позади, все этапы пройдены, все упражнения выполнены. Давайте узнаем, как Муравленков-то справились с фестивалем ГТО. Я стояла на беге, на трех забегах. Все мои участники выполнили нормативы на серебряный или на золотой знак отличия. Хороший результат? Да, хороший, конечно, отличный результат. Но хочу сказать, что если кого-то не устроил свой результат, участники могут его улучшить. Присоединиться к нашей группе ВКонтакте, где мы размещаем графики, тестирование. И у них еще есть возможность в сентябре, в октябре у нас также будут беговые дисциплины и улучшить результаты. Подведение итогов по фестивалю будет по 100-очковой таблице. В течение двух дней мы его подведем, потому что очень такая длительная у нас процедура будет. А в течение недели мы внесем результаты по испытаниям в личные кабинеты участников. Они уже увидят все в личных кабинетах, они отобразятся. Одно спортивное событие сменяет другое. И вот на летнем стадионе уже развернулась нешуточная борьба за победу. В футбольной баталии сошлись две команды. Молодость играет против опыта. Первый тайм обернулся ничьей 1-1, но ни одна команда сдаваться не намерена. Игра тяжелая, упорная. Все ребята полны сил после лета. Все лето тренировались, готовились к сезону. Ну, ребята молодые, показывают свой класс уже, свой темперамент. Не уступают в борьбе. Поэтому игра упорная, очень интересно. Весь второй тайм команды шли вровень. Ход игры решили последние минуты. Со счетом 4-3 победу одержала команда «Опыт». К слову, по накалу этой игре не уступали матчи по мини-футболу. На поле встретились дворовые команды. Все свое мастерство показали юные муравленковцы. Мне этот вид спорта очень понравился. И вообще я узнала потом, когда уже поиграла два года в футбол, что моя бабушка тоже играет в футбол. Ну, играла в футбол в детстве. Ну, может, так передалось. Я смотрела, как играют дети. Мне тоже захотелось поиграть. Ну, я выбрала этот спорт. День физкультурника объединил многих муравленковцев. Как взрослых, так и детей. И это неудивительно. Спорт у многих горожан в почете. Им на постоянной основе занимается почти 40% населения.